ГТРК Кубань вместе с РУСФОНДом продолжают рассказывать о детях, которые нуждаются в помощи. Героиня следующего сюжета 13-летняя Лера из поселка Октябрьского. Это Брюховецкий район. У девочки тяжелая форма ДЦП, за которой она не может не только ходить, но и самостоятельно питаться и даже говорить. О том, как и чем ей можно помочь, следующий материал. Инвалидом Лера стала из-за роковой случайности. Врачи роддома не заметили, что в ее легкие попала околоплодная жидкость. Вскоре после выписки у девочки началось двухстороннее воспаление легких, которое также диагностировали не сразу. Оно привело к оттеку легких, а впоследствии к поражению клеток мозга. Результатом стал неутешительный диагноз – детский целебральный паралич. Лера до сих пор не сидит, не ходит и не говорит. 13 лет мечтаю услышать хоть что-то от нее. Я уже мама не жду, любое слово. Очень тяжело, знаете почему? Потому что когда у нее что-то болит, и мне нужно догадаться. Это очень тяжело, это правда тяжело, потому что я начинаю проверять каждую часть ее тела. Я даю таблетки, может их и не надо давать. Я даю обезболивающие, я не могу ей помочь, мне это очень тяготит. Семья уже прошла немало курсов лечения и реабилитации. Лере пришлось пережить и операции на тазобедренном суставе, что усилило с пастику ног. Это когда мышцы неконтролируемо напрягаются и сокращаются. Вот мы часто, каждый день занимаемся. Конечно, ей очень больно, очень больно. Но у нас эффекта не будет. Многие клиники попросту отказывались госпитализировать девочку, считая ее бесперспективной. Благодаря РУС-фонду удалось побывать в Московском институте медицинских технологий, где квалифицированно работают с такими сложными детьми. Сейчас очень важно вновь показать леро-специалистам, чтобы понимать направленность терапии. Цель госпитализации Леры – коррекция тонуса мышц, увеличение двигательной активности, развитие мелкой моторики, восполнение отсутствующих двигательных навыков, развитие речи и улучшение психоэмоционального состояния. Для предстоящего лечения необходимо собрать 197 тысяч рублей. Для семьи девочки сумма неподъемная. Отец Лера дочери отказался и не платит даже алименты. Наталья вместе с двумя несовершеннолетними дочерями пытается выжить на социальные выплаты. Ее умывала вот так, умывала, 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 ну а потом вычевала личико. Помочь Лере просто и сделать это можем мы с вами. Нужно всего лишь отправить сообщение на короткий номер 5542 со словом «Дети». Стоимость одного смс – 75 рублей. Давным-давно жила-была маленькая непослушная девочка. Звали ее Красная Шапочка. Водительцы смартфонов могут внести свои пожертвования через мобильное приложение Росфонда или воспользоваться его официальным сайтом. От того, насколько скоро Лера сможет начать терапию, зависит многое. Девочка и ее мама стойко переносят трудности и верят в выздоровление. Лев Коновалов, Андрей Тадаков, Вести.